Вчера в девятом часу теплого воскресного утра, украшенного обильной снегопадалью, на 53-м километре московского тракта случилась убойная, смертоносная, точнее даже трижды смертоносная автокатастрофа с участием автобуса, грузовика и двух подорожников, в которой трое взрослых погибли, а 13-летнему школьнику сломало обе ноги. И для него весенние каникулы уже начались. Декорация такая. Снежное воскресное утро. Из Екатеринбурга в сторону Перми катился подорожник Киа Рио, пилотируемый 45-летним рулевым. С ним на борту два пассажира. Вдруг в зоне действия знака свыше «Обгон запрещен», пилот Кианки, бунтарь, затеял обгон на неширокой трассе, выкатился на чужую и Киа Рио на скользком припорошенном асфальте занесло, потащило юзом и левым бортом бросило под первый встречный грузовик Исузу с фургоном на спине. Видимо, рулевой грузовика заранее увидел неуправляемый занос Рио и попытался вернуться влево, или же его при ударе отбросило влево. В итоге на чужой фургон цепанул и прошкрябал левый борт встречной «Лады Ларгус». А виновник замеса Киа Рио тем временем в уже убитом, вообще неуправляемом состоянии, налетел на правый передний угол попутного автобуса «Нефас» 679 номера, который ввез 18 пассажиров из Екатеринбурга в Красноуфимск. После встречи с автобусом Киа Рио побилась о металлический отбойник и замерла на его конце. Теоретически убитый болид мог еще до кучи скатиться с трассы в кювет, но не скатился. Выжить при таких лютых разрушениях в Кианке было невозможно, и все трое мужчин погибли мгновенно. Про одного из пассажиров, 36-летнего отца двух малых детей, известно, что он в этой машине оказался, в общем-то, случайно. Он сел в попутку, видимо, по принципу бла-бла-кара, и поехал в Ачит в гости к своим родителям. И не доехал. Бла-бла благодаря косячному пилоту, который пошел на снежной дороге на обгон на запрещенном участке. Вторым погибшим пассажиром Киа Рио оказался командир взвода Екатеринбургской госавтоинспекции Дмитрий Борисов. Он, будучи в отпуске, на Бла-бла-каре ехал в гости к своей маме в Пермский край и погиб. Удивительно схожие судьбы. Два человека ехали к родителям на Бла-бла-каре и погибли на скользкой заснеженной дороге. Выколупывали троих погибших из металлолома спасатели МЧС с их гидроинструментарием. Они, конечно, Кианку раздербанили до невозможности, но это ни в коей мере не умаляет силы удара Киа Рио о фургон. Если учесть, что двигатель и передние колеса Кианки лежат далеко от ее основного массива, то, значит, разрушения болида были изначально устрашающими, а спасатели просто немного добавили ужаса в эту разруху. Прибытие пожарно-спасательных подразделений произвели обесточение автомобиля, попавших в дорожно-транспортное происшествие. Далее с помощью гидравлического ареноспасательного инструмента произвели деблокировку погибших и пострадавших. Водитель Киа Рио, двигаясь со стороны города Екатеринбурга в сторону города Пень, допустил выезд на полосу, предназначенную для встречного движения, в нарушении требования ДОЖНАКО 320 был запрещен, где допустил споткновение с автомашиной Исузу, которая двигалась во встречном направлении. Автомашина Исузу по инерции выехала на полосу встречного движения, где произошло споткновение с автомашиной Лага Ларбис. В результате дорожно-транспортного происшествия водитель и два пассажира автомашины Киа погибли на месте. Два несовершеннолетних пассажира автомашины Лада Ларбис были доставлены в городскую больницу города Ривда для осмотра врачами-специалистами. При ближайшем рассмотрении оказалось, что один из пострадавших в Ларбисе детей травмировался не сильно и его отпустили домой. А вот 13-летнему пацану, который сидел за водителем Ларбиса, ну то есть прямо у левого борта, в который приехал грузовик, проперло не так сильно. При боковом ударе ему переломило обе голени, и это не считая сотрясения мозга и закрытой ЧМТ. Больше никто ни в Ларбисе, ни в грузовичке Исузу, ни в автобусе с 18 пассажирами физическим здоровьем не пострадал. Продолжение следует...